Прошедший год, по словам дорожников, один из важнейших в истории. Первые строительные работы начались еще в конце 90-х. И вот, наконец-то, в 2011-м случилось практически эпохальное событие. 2011 год с точки зрения кольца для Санкт-Петербурга является знаковым событием, поскольку кольцо стало кольцом. КАТ, безусловно, существенно разгрузил городские дороги. Но в жертву были отданы люди, чьи дома стоят сплотную к трассе. Дорожники утверждают, проблемы не существует. Все обязательства перед жильцами, прилежащих к КАТу домов, выполнены. Дома расселены. Шумно и пыльно на любой улице в Санкт-Петербурге, заявили дорожники. Списывать все беды на кольцевую мы категорически возражаем. То, что расселенные дома были вновь заселены людьми, как на улице Запорожской, дорожников как бы и не касается. Выигранный суд у Роспотребнадзора – весомая индульгенция, можно строить дальше. Проблема аварийности должна решаться сообща. Запретить лихачам гонять под 180 строители не могут. К тому же, по словам дорожников, многие не вовремя меняют резину. Езда на шипах вызывает ту самую пресловутую колейность. А вот с чем действительно приходится бороться в одиночку, так это вандализм. 35 километров сварованного кабеля. Даже, вы знаете, снимают ограждение металлическое, которое мы сейчас ставим. Вот срезают его. И есть гидроботаники для того, чтобы очищать воду. Это сетка, камень и сверху сетку. Вот уже эту даже сетку срезают для того, чтобы ее там продать. К концу года почти вся территория будет оборудована камерами, что существенно упростит контроль за трассой. А главное событие ближайших месяцев – начало конкурса на строительство участка, ведущего к месту под названием Горская. До этого места кольцо доберется через 4 года. Напомним, по слухам, именно в Горскую могут перевезти военно-медицинскую академию. Без наличия хорошей трассы это вряд ли возможно. Продолжение следует...